Горячая пора для членов инициативной группы по проведению праймерис в Татарстане. В этом помещении ведется подсчет. Сколько общественных организаций выдвинули своих кандидатов на предварительное внутрипартийное голосование? Сколько выборщиков будет участвовать в праймерис? Кроме того, срок до 11 июня необходимо утвердить состав счетной комиссии и состав кандидатов на пост президента Татарстана. Мы подвели итоги, мы получили все заявления. Это было порядка больше 30 общественных организаций, которые подали заявление по выборщикам, по счетной комиссии, по кандидатам в праймерис в предварительное голосование. И сейчас мы обрабатываем все эти документы, понимаем, что уже больше 800 человек было подано выборщиков от общественных организаций, больше 800 человек от партии «Единая Россия». Таким образом, больше 1600 выборщиков будет принимать участие в праймерис в предварительном голосовании. Более 30 человек сейчас в счетной комиссии, кандидаты в счетную комиссию мы обнаружили в списках общественных организаций. И 4 кандидатуры были выдвинуты. Общественные организации республики на призыв поучаствовать в президентских праймерис откликнулись активно. Татарстан стал первым в стране регионом, где организаторами предварительного внутрипартийного голосования для выдвижения кандидатов на должность высшего должностного лица стали общественники. Согласно выборному законодательству, голосование должно быть проведено на альтернативной основе. В итоге на высший должностной пост республики было выдвинуто 4 кандидата. Это Олег Морозов, руководитель учебно-научного центра при Московском государственном университете, сенатор Совета Федерации от Татарстана Сергей Батин, министр сельского хозяйства Марат Ахметов и действующий лидер республики Рустам Миниханов. Причем последний лидирует с огромным отрывом. Его выдвинули 10 общественных организаций. Вот уже несколько лет впервые в России, в Татарстане, принято исполнительные органы, представительные органы, принято решение о вычете и общественном мнении при принятии решения по органам на государство и муниципальной власти. Это было впервые в истории России. Второй раз, когда общество участвует в проверении правительства, тоже первый раз в России. Это углубление принципа демократии. Напоминаем, для обеспечения максимальной открытости при проведении праймерис создан сайт www.primaries-rt.rf. На сайте все желающие могут следить за ходом внутрипартийного голосования. Сергей Шерстнев, Телеканал Эфир.